Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова, и в этом выпуске отмечаем день рождения Садыра Джапарова. Слушаем о том, как летим в стратосферу, почему Байсалову раньше было обидно до слез, а теперь просто обидно. Ну и радуемся за сотрудников ГКНБ, потому что Ташиев открыл новое здание. Не переключайте. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Никаких танцев, ну, по крайней мере, мы об этом не узнаем. Как сказал замглавы идилли Байсалов, а он поздравил президента с днем рождения одним из первых, Садыра Джапаров исключительной скромности человек и запретил своим подчиненным делать ему подарки на день рождения. Ну, правильно, пенсионеры уже вон сколько всего надарили, и на предвыборку хватило, и на всякие брендовые вещи, ну или реплики этих вещей. Не станет же президент приходить к торговцам вещать о важности сборов налогов в дорогущей кепке. Скоро едва ли не каждой стране сможет позволить себе такие кепки, потому что, как говорит Байсалов, доходы государства за три года выросли в два с половиной раза. И все это благодаря мудрому правлению Садыра Джапарова. Темп задан, градус и скорость будут увеличиваться. Идиль Байсалов сегодня пресс-конференцию внезапно дал на площадке не какого-нибудь государственного СМИ или Дома правительства, а внезапно на площадке российского медиа в Кыргызстане. Спутник. Или не внезапно? Ну, как вы ожидали, что за три года мы должны были стать Сингапуром, что ли? Вы этого хотите? Или вы что, считаете, что я говорю о том, что... Я прекрасно знаю. Вы знаете, каждый день мой начинается с изучения статистики. Я очень хорошо знаю. Вы просто вот, я не знаю, вы вот в вашем своем там уютном мирке, где вы там 500 человек с друг другом там твитите... Вы же тоже там сидите. Нет. Вот вы себя, вы, вы, нет, вы, я не... Вы представляете, вот вы выставили, вы придумали, что есть вот такой Байсалов, который там, значит, живет нервисично. Как раз таки, я вам хочу сказать, ну, как мне убедить вас в том, что проблема бедности реальна? Те реки, которые полнокровно текли еще в прошлом году, в этом году они высохнут. Но это не говорит о том, что нам грозит просто за, значит, апоколапсис или там... Это просто говорит о том, что мы должны беречь. У нас воды очень много. Последствия глобальной изменения климата для других стран будут там сто раз хуже. Слава Богу, мы живем в одном из самых лучших, значит, регионов вообще на планете. Страны, государства как такого не было. Люди сели за автомобиль, значит, за руль. Этот автомобиль никуда не двигался. Мотор был давно-давно сворован. Шин не было, воздуха не было. Значит, стекла разбиты. Ничего не работает это государство. Наш президент Садыр Жапаров полностью разобрал эту машину. И вот это по одному детали он все это собрал. Не надо там президенту Джапару одеваться дербишем и ходить там ночью по Багдаду. Он смог, вопреки всему, встать на пути преобразования, сформировать команду, доверить лично мне участие в этой команде. И я хочу им пожелать крепкого здоровья, дальнейших успехов и уверенности на пути преобразования. Потому что его поддерживает сегодня не только народ Кыргызстана, но в него поверило. И, скажем так, международное сообщество. И мы сможем вместе добиться больших-больших успехов. Садыр Жапаров может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться. Но мы все должны желать успеха президенту Садыр Жапарову. Потому что его успех, это успех всего нашего народа. Президент Садыр Жапаров не зря он поставил конституционную цель, что эти пенсии и пособия должны быть выше минимального прожиточного уровня. Эта власть написала Конституцию, когда поставила себе задачу, чтобы пенсии и пособия были выше прожиточного минимума. Даже когда ты продвигал какие-то приглашения, какие-то возможности для участия, никого в Бишкеке это не интересовало. Я хочу это сказать, я очень хорошо помню свое состояние, когда мне было обидно до слез. Дорогие друзья, обидно до слез. Когда буквально ты, конечно, попадаешь на какие-то мероприятия и должен говорить о каких-то успехах своей страны. И наши соседи говорят о открытии каких-то технологических сложных производств, открытии новых индустрий, увеличении своих государственных доходов и прочее. А ты в качестве поста Кыргызстана можешь похвастаться только над тем, что вы в тот год выгнали такого-то президента, а в такой-то год выгнали второго. И какие мы гордые и свободолюбивые. Понятно, что эта песенка, она проходит один раз, а дальше тебе просто не о чем рассказывать, не о чем другом. Я очень хорошо помню, как мне было обидно до слез. И вот на прошлой неделе, наблюдая за тем, как принимают нашего Акубеку Сенбековича, и как мы смогли за три года добиться уважения и внимания ведущих финансовых кругов, банковских кругов и других, это я не совсем, конечно, мне обидно уже по-другому, потому что наше общество, оно недостаточно оценивать. Но у нас нет просто времени разъяснять обществу и хвастаться, хвалиться, и объяснять, насколько это важно. Стали там и такие, я депутат, а ты сиди молча. Такое отношение неэтично. Надо сказать, что сейчас у нас очень большой потенциал в других вопросах. Недавно наша парламентская делегация съездила в Лондон. Например, Марлен Маматалиев, Эльвира Сурабалдиева, Чулпон Султанбекова. Там британский парламент. Его называют матерью парламента во всем мире. Будем смотреть на их этику. По моему мнению, это о воспитании. Никто не ходил сзади Олжобая Шакира, не падал от желания оторвать его от семьи и запрятать в тюрьму. Но иногда это воспитание, иногда это входит в функции государства. Иногда общество надо приводить в порядок, не тюрьмой. Однако сейчас люди желают стабильности. Те, кто призывают выйти и завтра же прогнать власть, не угрожают власти, а не угрожают будущему государству. Им нельзя давать дороги. Ну вот как-то так. Вообще, тема брифинга звучала, как идиль Байсалов о приоритетных задачах Кабмина на 2024 год. А в итоге все свелось к тому, какой Садыр Джапаров замечательный, какой в целом замечательный Садыр Джапаров, какой в частности замечательный Садыр Джапаров. Ну и идиль Байсалов тоже ничего такой. С эфирамбы президенту и своей работе как замглавы Кабмина в парламенте вновь подняли вопрос о принятии мер в отношении Байсалова. Депутат Аида Исадбек-Кызы напомнила, что ранее замглавы Кабмина нередко позволяла себе высказывания и поведения, не подобающие человеку, занимающему такую должность. Но президент за него вступился. Байсалов сам тоже просил прощения. А в минувший понедельник заседание Парламентского комитета по социальной политике не завершилось, потому что Байсалов демонстративно ушел с него, предварительно поскандалив. На заседании рассматривался вопрос о государственных пособиях. Он сказал, что этот вопрос к нему не относится. И демонстративно покинул заседание. Он показал, что никто ему не ровня. Он не соблюдает этику госслужащего, постоянно пререкается с депутатами. Пусть решает социальные вопросы. Столько проблем есть на сегодня. Нет бы решить их с депутатами. Ход пререкается. Авторитет парламента подвергает сомнению. Спикер Шакив пообещал разобраться и принять меры. Тем более, что такое поведение уже не первый раз. Сам Байсалов на брифинге в спутнике заявил, что уважение должно быть обоюдным. Критикуйте как хотите, Кабмин продолжит свою работу. А на ближайший год, по словам Байсалова, перед Кабмином стоит несколько задач. В числе которых создание рабочих мест, повышение благосостояния народа и усиление финансовой реформы по части фискализации, то есть сборов налогов. Ну и к апоколапсису готовимся. Да. Коснулся он и темы недавних митингов. Ну как, коснулся, спросили его, знает ли он про какие третьи и четвертые силы, стремящиеся к нестабильности в стране, сказал Садыр Джапаров, обращаясь к торговцам на Дордое. Ну, когда сказал, что знает, кто за ними, за торговцами стоит, а они возмущенно ответили, что никто за ними не стоит, они бесплатно против ККМ, потому что это тот еще геморрой. Так вот, Байсалов тоже знает. Это говорит мафия, которая проиграла, и просто так она не исчезнет. У них есть накопленные деньги, 100 миллионов долларов. Чтобы создать нестабильности, они могут дать 10 тысяч долларов и так далее. Поэтому заинтересованных очень много, чтобы эта власть не вышла из тупика. Вы же понимаете, что в случае успеха этой власти многим политическим силам в будущем не будет работы. А благодаря использованию ККМ можно вытащить Кыргызстан из бедности, уверен Садыр Джапаров. Дал интервью государственному медиакабару вчера уже после митингов. Заявил, что до июля следующего года ККМ для торговцев отменяется. Сегодня в интервью дополнил, что те предприниматели, чей годовой оборот не превышает 15 миллионов сомов, освобождаются от налогов. Еще сказал, что налоговики неверно доносили информацию и торговцами могли манипулировать некие третьи-четвертые силы. Ну, продублировал в интервью то, что сказал ранее на Дордое. В рядовых торговцах грязи нет. Эти бедные люди пришли на митинг, чтобы решить свои проблемы. Мы их понимаем. Но есть те, кто раньше ел из яслей и хотел воспользоваться этими митингами. Сегодня есть те, кто безработные, преступники, звонящие друг другу и говорящие. Идите на тот рынок, идите на этот рынок, вы видите как можно больше людей. Некоторые из них прислали своих людей. Все это было зарегистрировано спецслужбами. До 1 июля без ККМа дальше будут думать. Но только при введении ККМ. Говорит Джапаров, можно избавиться от теневой экономики, сделать все финансовые потоки прозрачными, понять, сколько и откуда поступает товар. От патента поступит всего 35 миллионов сомов. Даже если увеличить патент в 10 раз, это как капля в море для нашего бюджета. Если мы выявим неплательщиков налогов и соберем налоги в полном объеме, пенсии, пособия и зарплаты вырастут в 2-3 раза. Государство становится сильнее. Люди выберутся из нищеты. Это будет хорошо для самих людей. Митинги против ККМ затронул свои торжественные речи на торжественном открытии нового здания Алламудунского районного отдела управления ККНБ по Чуйской области Камчебек Ташиев. Попросил провокаторов не переводить социально-экономические вопросы в политическую плоскость. Как будто социально-экономические вопросы не относятся к политике в самом деле. А население попросил не поддаваться на различные провокации. Ну и елку посадил. Почти на каждом открытии нового здания ККНБ сажает. Так что не только почетного строителя можно давать, но и почетного озеленителя. Владельцами торгово-рыночных комплексов по всей республике являются богатейшие люди страны, получающие колоссальные доходы от данной деятельности. Однако, несмотря на то, что торговцы платят большие суммы, на большей части рынков не созданы элементарные условия. В этой связи для облегчения работы торговцев владельцам рынка в первую очередь необходимо будет снизить арендную стоимость как минимум в два раза. Кроме того, мелкие предприниматели, затрудняющиеся в приобретении ККН, в обязательном порядке должны быть обеспечены бесплатными контрольно-кассовыми машинами. А материально-техническую базу для сотрудников спецслужб будут и дальше улучшать, сказал Ташиев, потому что их служба и опасна, и трудна. Ну и снова о налогах. Международный валютный фонд предрек Кыргызстану снижение уровня инфляции. До средних однозначных цифр рост ВВП при этом останется на уровне около 4%. Казалось бы, ну, позитивный, в общем-то, прогноз. Но дальнейшие эскалации войны в Украине и вторичные санкции могут ослабить российскую экономику, привести к возвращению крыгызских рабочих мигрантов и снизить торговлю и экономический рост. Однако и тут есть решение созвучно с тенденциями нашей фискальной политики. Вот что говорит МВФ. Дополнительное бюджетное пространство может быть создано путем устранения неэффективных налоговых льгот и оптимизации специальных налоговых режимов, повышения прогрессивности подоходного налога с населения, усиления управления доходами, оптимизации фонда заработной платы в государственном секторе и сокращения энергетических субсидий. Если что, в 2020 году еще при Сорунбайе Джинбекове мы получили 242 миллиона долларов от Международного валютного фонда на поддержку бюджета, ну или штанов, в связи с пандемией. И вот Байсалов говорит, что эти власти, которые вот сейчас, уже три года которые, получили от прошлых страну без экономики и теперь вынуждены разбираться с последствиями, строить ту же экономику. Но где же тогда привлечение Сорунбая Джинбекова к ответственности? Отработал всего полсрока и получает полную пенсию как за весь президентский срок. А пенсия там не то, что у обычных пенсионеров, конечно же. И еще немного касаясь темы МВФ, тут надо пояснить, наверное, что МВФ относится к той же группе мировых финансовых институтов, что и Всемирный банк. Но если деятельность МВФ сосредоточена на относительно кратковременных макроэкономических кризисах, то Всемирный банк предоставляет кредиты бедным странам. Только в этом году мы берем у Всемирного банка 50 миллионов долларов на модернизацию и развитие сферы энергетики, половина грант, половина кредит и еще 50 миллионов долларов кредита на улучшение качества воздуха. Но наш полет нормальный. Скоро будем в стратосфере. И даже в школах мел, тряпки, маломоющие, средства и другое будут приобретаться на 100% за счет государственного и столичного бюджета. Уже с 1 января заявил Байсалов мэрии Бишкека указано прекратить работу всех попечительских советов при школах. Ну, только если вот немножко, может на 8 марта на торт, сказал Байсалов. До праздничного торта мы еще доберемся. А пока вот вам позитивная новость. В Тонском районе Сыкульской области при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития построена малая ГЭС, которая, как сообщается, позволит на 15% покрыть потребность Тонского района в электричестве. На реализацию проекта Российско-Кыргызский фонд развития выделил 2,5 миллиона долларов. В рамках этого проекта было построено 22 километра только высоковольтных сетей. Если вы никогда не видели, как выглядит малая гидроэлектростанция в современном виде, то я вам сейчас все покажу. Пойдем. Здесь находится серф малой гидроэлектростанции, пульт электронного управления, где заложены все основные препараты. Вода поступает в турбину, обеспечивает напор вращения турбины, выработку электроэнергии и дальше уже уходит в отладной катал и в основную речку. Дальше распределяется на полив для местного населения. Здесь мы как раз-таки видим, как вода сбрасывается с гидроэлектростанции уже в основной ары. Мы подошли с вами к трубе, которая сбрасывает воду с гидроэлектростанции в основную реку. Таким образом, сама малая ГЭС обеспечивает непрерывную циркуляцию воды и исключает какое-либо изъятие воды из реки и не снижает, собственно говоря, ту обеспеченность, которая идет на покрытие нужд местного населения. И поскольку мы электроэнергию подаем в высоковольтные сети 110 кВ, она не только для этого региона, она для всей области по сетям 110 кВ распространяется эта электроэнергия. Эта станция рассчитана работать минимум 50 лет. Здесь оборудование европейского качества. Местное население, молодежь труда устраивается, они здесь работают. Общий объем финансирования, который фонд выделил на строительство этой малой гидроэлектростанции составляет порядка 2,5 миллионов долларов, а общая стоимость проекта превышает 5 миллионов долларов США. И переходим к праздничной части. У Садыра Джапарова сегодня день рождения. 55 лет ему исполняется. Свой день рождения он не особо любит отмечать, сообщил его пресс-секретарь Аскат Аллагозов. Говорит, отметит вечером в кругу семьи, днем же работает, как обычно. Дал сегодня старт строительству горнолыжной базы на Иссыкуле, в местности Каркера. Проект оценивается в почти 200 миллионов долларов, ну там 192 с чем-то миллионов долларов. Как сказал Садыр Джапара, финансируют этот проект российские инвесторы. Но какие имена, не уточнил. А мы тоже приготовили поздравления, решили обойтись, так уж и быть, без негатива, не будем про давление на свободу слова, массовые аресты, задержания, вопреки обещаниям не устраивать политические гонения, не будем про прогнувшийся парламент, возможно, связи с теми, с кем связи быть не должно, и про брендовые шмотки не будем, и про многое другое базукушное не будем. Покажем только красивое. Покажем и Брендовые шмотки Кэмп ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выдающийся государственный деятель, патриот и мудрый политик под чьим чутким и авторитетным руководством Кыргызстан успешно притворяет в жизнь важные инициативы и реформы, направленные на обеспечение устойчивого роста и социально-экономической стабильности страны, завоевавшей высокое доверие и уважение народа, говорится в поздравительных телеграммах лидеров стран СНГ. Такие дела, такие не новости. А новости читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ и на наших страницах в Инстаграме и Фейсбуке. Всем добра, пока.